Дорогие друзья, мы продолжаем встречи, которые начались еще в прошлом году. Я просто напомню, что это была идея моих, на самом деле, помощников, помощников моих как депутатов, когда они сказали, что им было бы интересно и, наверное, псковичам, точнее, среди псковичей есть те люди, которые заинтересованы в какой-то дополнительной информации по истории родного края. И вот эта наша встреча с вами, она уже, напоминаю, третья. Первые две были посвящены Великой Отечественной войне. Они есть у нас на ютубе, найти их можно через мои страницы в разных соцсетях, через страницы Яблоко. И они были посвящены, одна, праведникам народов мира, псковичам, а вторая – псковским сюжетам на Нюрнбергском процессе. Но сегодня мы ушли очень далеко вглубь истории от этой эпохи. И наша с вами сегодняшняя встреча, как вы видите, связана с очень интересной темой, потому что далеко не всем, как выяснилось, известно, что вопрос или вообще история староверчества с псковским краем связана и очень тесно. Ну вот во время одного из разговоров эта идея возникла, мы опрашивали тех, кто хотел ответить на эти вопросы, будет ли она интересна, и выяснилось, что да, есть те, кто хотел бы не просто углубиться в историю староверчества, в историю церковного раскола, потому что, я напоминаю, мы занимаемся криведением, да, сегодня. Хотя об этом тоже будет сказано. А хочет узнать больше о том, какую роль, когда появились старообрядцы на псковской земле, какую роль они сыграли в истории и культуре нашего края. Но если предыдущие темы у нас был один лектор, то сегодня у нас их будет два, точнее, основной у нас будет уже другой лектор. Это не я, а Андрей Петрович Хришкевич, доцент Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Почему? Потому что тема сложная, мировоззренческая, и, собственно говоря, вот какие-то теоретические аспекты, может быть, у вас что-то такое более глубокое, важно, чтобы вас вводил человек, ну, более глубоко ее знающий и понимающий. Потому что рассказать о том, что, где и как было, я еще могу, но вот какие-то тонкости старообрядчества, это все-таки не мое. Чем нам сегодня интересна наша с вами встреча, потому что я сейчас пока не буду раскрывать, да, до конца все, но мы хотим попробовать поговорить и с самими носителями, можно так сказать, с теми, кто об этой культуре знает не понаслышке, а был с ней связан очень тесно. И будем рады, если вы тоже кто-то захочет, примите участие в этом разговоре. Нужно сказать, что удивительным образом так сложилось, что, наверное, все витает в воздухе, и буквально на прошлой неделе по похожей теме была встреча в историко-краеведческой библиотеке имени Василева. И выступал там тоже очень интересный специалист, который занимается и вообще историей старообрядчества, и историей церковного раскола, и старообрядчеством на Псковской земле, это Кожурин Кирилл Яковлевич. Он один из потомков старообрядческих наставников Псковской земли, и он выпустил целый ряд книг, посвященных этой теме. Поскольку, как вы понимаете, все мы не ставим даже своей целью рассказать, а иногда людей интересуют какие-то уже такие тонкости и детали, которые бы они хотели затем глубже узнать, я хочу сказать, что Кирилл Яковлевич выпустил несколько книг уже, посвященных данной тематике. Спасибо, Андрей Петрович. Все началось вот с такой небольшой книги староверы Псковского поозерия. Это его книга Кожурин Кирилл Яковлевич, еще раз кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербургского государственного педагогического университета. И затем он очень много и, скажем так, на практике во время экспедиции и теоретически изучал разные стороны старообрядчества на Псковщине. И сейчас у него вышли еще три книги, тоже под общим названием, вы видите, «Староверы Псковского поозерия», но они посвящены разным районам Псковской области. Ну, в частности, отдельная книга вышла по Себежскому уезду, отдельная книга вышла по Апочетскому и Великолугскому уезду, и самая крупная, вот вы видите, самая большая, последняя книга, которая была им написана, это «Невельский уезд», потому что вот то место, откуда он сегодня, мы называем это Пустошкинским районом, входил тогда в Себель, извините, в Невельский уезд. И, конечно, поскольку ему даже чисто с точки зрения своей биографии было интересно об этом поискать, поизучать, он большую книгу такую и сделал. А сейчас он готовит, как я уже у него спросила, большую книгу в целом по старообрячеству Псковской земли, но пока это только в планах. На что я хотела обратить ваше внимание, прежде чем передать слово Андрею Петровичу, что мы будем сегодня с вами говорить о том старообрячестве, которое имело свое распространение на территории, которую мы сегодня называем Псковской областью, поскольку, как вы понимаете, в старые времена, в разные, точнее, времена, в состав Санкт-Петербургской губернии, Псковской земли входили или не входили какие-то территории, то, значит, мы это не брали во внимание, например, тоже Себельский район нынешний, мы знаем, далеко не всегда входил в состав Псковской земли. Но мы берем сегодня историю старообрячества на той территории, где сегодня находится Псковская область. И поэтому рассказ об истории того, как здесь появились старообрядцы и о том, какова была их судьба, будет посвящен этой географической, скажем так, не точке, а этой площади. Итак, моя вводная часть закончена, и я с удовольствием предоставляю слово Андрею Петровичу Хрешкевичу. Так, ну, добрый вечер, дорогие друзья. Во-первых, прежде чем начать, сразу делаю две маленькие помарочки. Все, что вы здесь услышите, не несет какой-либо целью оскорбления чувств верующих, никаких конфессий, ничего. Все, что здесь вы услышите, является в том числе личным мнением автора. Редакция не несет ответственности за мнение автора. Ну и дальше. Если вы, может быть, знаете, что в XIX веке зачастую в губерниях и в уездах судьи, когда начинали судебный процесс с крестьянами или с мещанами, первым делом они выкладывали на судебный стол свод законов Российской империи. И потом спрашивали, ну, как будем судить по закону или по совести? Так вот и у меня сегодня с вами. Ну, как будем разговаривать, по закону или по совести? Тем более, что задача, поставленная Татьяной Борисовной, ну, очень сложная. Было сказано так. Вот тебе час и выпей зеркальное озеро. Это вот к вопросу о том, что тема старообрядчества, она настолько глубока, что в течение часа мы можем проскакать только чуть-чуть по некоторым вершинкам. А Иван Грозный здесь при чем? Так вот, фактически, истоком того, что потом станет через сто лет причиной раскола и самим расколом, являются вообще события времен Иоанна Васильевича IV, названного за свой круткий характер Грозным. Так вот, решение Стоглавого собора. Русская земля объединяется, становится не просто централизованным государством, как при его дедушке, а уже царством. Фактически, один шаг до сравнения царя и императора Константинопольского. Поэтому следующим шагом, вроде бы, это должно было быть. Так вот, для того, чтобы в этой земле было более-менее понятно и более-менее одинаково во всех ее местах, Стоглавый собор тогда много чего рассматривал. Вот целых сто глав было решено. И самое главное, раз в России появляется возможность книгопечатания, то теперь богослужебные книги уже точно будут одинаковые. Потому что на протяжении тысячи лет до этого любая книга была рукописная. И вот примерно при таком свете, как у вас в зале, сидели в келье переписчики и переписывали тоже книги, которые до них руками были написаны. Причем с учетом особенностей того писания не было пробелов, и слова писались в одни строчки. Язык был, который переписывали для богослужения церковно-славянский, как мы сегодня его называем, то есть различавшийся с бытовым языком, который и тогда существовал. Поэтому найти две одинаковых рукописных богослужебных книги было невозможно. Поскольку каждый где-то неправильно букву увидел, неправильно записал, в глазах уже двоилось, где-то думал о чем-то, ну вот в качестве курьеза, переписчики и даже монахи иногда среди богослужебных такое попадается в рукописных книгах, среди текстов пишут, а вот сейчас бы холодненького пивка, и дальше пошел дальше писать. То есть, естественно, вот эта проблема была. Даже те, кто был грамотен из священников, все равно некоторые моменты читал не так, как в соседней церкви. Проблема усугублялась еще и тем, как я сказал, те, кто был грамотен. А даже среди священников к XVI веку грамотных было меньше 20%. Большая часть священников при вступлении в САН проходила некий курс, когда заучивала необходимые молитвы наизусть и части из тех богослужебных книг, которые они открывали в церкви для того, чтобы вот этот самый обряд происходил. Ну и представим себе, здесь присутствующие, попытайтесь вспомнить, что вы учили в четвертом классе. Ну, наверняка вспомните несколько строчек, но цельное стихотворение чаще всего уже навряд ли, спустя столько времени, если специально это не повторять. И к XVI веку, ко временам Ивана Грозного, складывается ситуация. В двух соседних селах стоят храмы, но в один и тот же день, в один и тот же праздник, все делается по-разному. Каждый священник, ну, какой поп, таков и приход. Каждый священник поет по-своему, делает все по-своему. Крестный ход ходит то налево, то направо, то есть то по солнцу, то против солнца. Ну, как было проще, так и происходит. Некоторые из моментов богослужения вообще теряются. А мы себе можем представить, что, во-первых, даже каждый день, вот в обычные дни на неделе, сам по себе канон церковный, он отличается. Потому что разных святых, поминаем, надо по-другому как-то что-то сказать. Разные дни, там пост или не пост, а календарь двигается, не каждый день одинаковый. А уж говоря про двунадесятые праздники, это тоже понятно. Двенадцать праздников раз в году вот они бывают, и тоже через год вспоминай, каким образом шел в ту сторону или в эту сторону. Поэтому сложности неимоверные. И Стоглавый собор, как видите, по инициативе метаполита Макария, четко устанавливает. Единообразные книги, которые мы будем печатать. Даже если будет опечатка, то в тысячи томах эта опечатка будет одинаковая. То есть она уже будет каноническая и будет являться теперь священным текстом, а не рукописным. И в принципе мы делаем единые обряды. Возникает вопрос, а по каким источникам править-то будем? Если вот со времен Владимира Крестителя столько раз переписывались этими самыми переписчиками, где найти тот образец, по которому все править? Ответ был четкий на Стоглавом соборе. В Пскове и Новгороде. Вся остальная территория Руси в период, ну так называемого, сейчас уже некоторые говорят не монголо-татарского, а монголо-болгарского, потому что как бы татары казанские, это все-таки волжские булгары, поэтому есть и такая тенденция в науке. Так вот, после тех событий, связанных с исторически называемым периодом Ордынским Игом, там разные говорят Ига или не Ига, но как бы то ни было, Ордынский период был. Так вот, вся Восточная Русь, она много раз горела. И сказать, что уцелели в том или ином монастыре книги именно X века, именно Владимира, очень-очень сложно, спорно. Рукописная переписана, да, вроде на пергаменте. Радиоуглеродного анализа еще не было, и археология еще тоже не прорезалась. Поэтому вот как отличить так или не так было сложно. А в Пскове и Новгороде, которые, несмотря на постоянные войны, все-таки сумели сберечь свои источники, они были. И, как говорят некоторые из исследователей, то, что вопричнину в Пскове и Новгороде Иван Грозный, проводя те или иные, будем говорить уже, нашим термином XX века, репрессии, изымал в первую очередь книги. Но дальше вы тоже понимаете судьбу этих книг. Либерию Ивана Грозного ищут до сих пор. Вот говорят, где-то есть, и даже чуть ли не в 30-е годы ее видели, но вот пока потерялась. Поэтому вот те самые книги из Пскова и Новгорода, которые были бесспорно и вывезены, их не нашлось. Потом проходит смутное время, Псковская земля сокращается по своей численности в 6 раз, сам Псков сокращается в 5 раз, с 30 тысяч населения до 6 тысяч населения, что, в принципе, является темой немножечко другого разговора, но дает Пскову, как-то ни странно, большой плюс. Вот лирическое отступление. Как вы думаете, какой? То, что население сократилось в 5 раз. Нет, это да, но вот самое главное другое. Мы с вами можем сегодня любоваться памятниками гражданской архитектуры 17 века. Все они, и палаты одних, и палаты других, они стоят на нескольких землевладениях 16 века. То есть выморочные землевладения соседские купцами занимались и ставили свои палаты. Не будь выморочного, палаты были бомбахенькие. Соответственно, проходит 100 лет, и уже новая династия Алексея Михайловича Романов, по примеру Ивана Грозного, начиная с юности, заводит группу ближников, ближних товарищей. Только у Ивана Грозного была избранная рада, а у Алексея Михайловича так называемый кружок древнего благочестия. То есть изначально уже говорили о том, что благочестие должно быть древнее и древние образцы. В этот кружок входил в свое время священник Никон, которого Алексей Михайлович, цитируя уже по 21 веку, используя административный ресурс, сделал патриархом Русско-Православной Церкви. И патриарх Никон начинает реализовывать те идеи, которые были выношены в этом самом кружке, то есть проводить реформы, возвращаясь к древнему благочестию, которое за основу все-таки брали решение Стоглавого собора. Однако вот здесь возникает большая проблема. А книжечек-то нету бесспорных. Тогда делается вывод, а здесь мы, в принципе, понимаем, что многие из чиновников, из властимущих, ну, патриарх Никон тоже чиновник, только церковный, они очень часто идут по простому пути. Так и здесь мы берем не древние книги времен Владимира Крестителя, а берем современные ему византийские источники. Их переводим и, соответственно, под это делаем службу. Но ряд сложностей, которые... Ну, власть-то она умеет много чего не учитывать. Так вот, ряд сложностей, которые не были учтены. Все дело в том, что и церковь византийская, константинопольская, 17 века совершенно отличалась от церкви 9 века, и положение патриарха Константинопольского было уже совершенно другим. И что влияло на те, так скажем, догматы, которые в 17 веке патриарх Константинопольский должен был уже доносить до своих прихожан. А несколько факторов. Первое – это несколько раз попыток договориться с католиками. Одна флорентийская уния чего стоит. Когда патриарх Константинопольский пошел на ряд уступок, правда, потом был низвергнут и вернулись во многом, но не во всем, к тому, что было до флорентийской унии. А позже еще и завоевание турками Константинополь. Соответственно, уже другие каноны на изображение, уже другие каноны, которые сейчас он должен в своих обрядах использовать под влиянием, под гнетом. Ну, мы понимаем, что слово «гнет» такое страшное, но надо все-таки вспомнить его исконное значение. Это камень, который ставился в катку и прижимал там капусту, огурцы или еще что-то. То есть, да, давление было, но это не пресс. Поэтому вот под гнетом уже ислама он должен был и обряды, и много чего другое изменить. И вот когда Никон берет вот это, то получается то, что получилось. Разница у нас с тем, что было до самого Никона, заключается в целом ряде таких особенностей. В принципе, одним из основных таких отличий является то, что, ну, и до сих пор это известно, и наиболее яркий внешний атрибут – это крещение. Нынешний канон, нынешнее правило для православного – это вот пальчики с щепотью и наложение креста. Любое крещение до того выглядело совершенно по-другому. Два перста вытянуты, три сложены. И в ряде уже философских трактатов как раз говорится о том, что это очень большой символ. О том, что Иисус Христос – Бога-человек, и мы это признаем, когда крестимся, и о том, что Он исходит от Троицы. Вот она, Троица сложенная, и все. Здесь же щепоть признает, что Он – часть Троицы и не более. То есть уже про Бога человеческое оно как-то отпадает, и ничтожеством ляжется не используется. Ну, так ли это не так, философия, она ко многому это относит. Самое интересное, что, несмотря на давление церкви относительно Троеперстия, большинство икон в храмах изображает святых, которые вас благословляют. Все-таки вот так. Несмотря на то, что по реформе большое количество икон древнего письма, русского письма, в том числе и ряд икон Псковской школы нашей иконописной, они были изъяты и уничтожены, как не соответствующие новым канонам византийского христианства. Одним из дополнительных таких моментов – это спор о сугубой и трегубой Аилуи. То есть во время богослужения данное слово произносится. Сегодня церковь пореформенная, церковь после реформы патриарха Никона не рекомендует, а как бы это обязывает прихожан и священников трижды произносить Аллилуйя в тех местах, где она положена. А старообрядцы на это возражали и до сих пор возражают по такому принципу. Аллилуйя чаще всего произносится после слов «Господу помолимся» или «Славен Господь». И, по сути говоря, Аллилуйя – это тоже «Слався Бог», только вот в другом произношении. И получается, что тогда произношение, если трижды Аллилуйя после этого возгласа, то как бы получается четыре раза «Славим Господа» и старообрядцы четко заявляют. Четвертый раз – это мы славим не Господа, а его противника. Поэтому вот определенное такое расхождение тоже есть. Целый ряд книг богослужебных, естественно, был отвергнут, потому что не соответствовали тому канону, который напечатали при Патриархе Никоне. И еще ряд отдельных обрядовых моментов, в частности, связанных с поклоном. Старообрядческий канон четко и ясно говорит о том, что в церкви поклоны должны быть земные. При этом еще и у старообрядцев фактически до XX века точно использовались специальные коврики, полотенца, рушники, на которые рукой надо было доставать и опираться, когда бьешь поклон. Греки, ну, будем помнить, что, в принципе, в русском языке грек и грех – слова однокоренные, поэтому вот греки в свое время решили, что утруждаться не надо, достаточно поясного поклона при прославлении Господа. Ну и там вот еще целый ряд моментов, которые были. В чем сложность при Патриархе Никоне и по самой реформе? Естественно, большая часть населения, здесь не только статистика, а вообще, в принципе, сама система, сама структура, большая часть населения реформу не поддержала. А вот, как я еще раз уже упоминал, что они разные бывают, есть государственные, есть церковные, а вот чиновники, вот те на, чуть не сказал на съезде, на соборе, как раз поддержали никонианскую реформу, и практически все епископы стали сторонниками вот этой самой реформы. Единственный из епископов, который выступил против, епископ Коломенский, тут же был арестован и отправлен в монастырь, где очень быстро скончался, поев грибочков. Поэтому вот у старообрядцев складывается сложная ситуация. Большая часть населения требует и продолжает верить, как было, но возможностей таких не всегда имеет. И дальше в развитии уже старообрядцев от конца 17 века и вплоть до 20-го получается уже раскол в расколе. Когда среди старообрядцев возникают различные течения, различные группы, которые подходят к самому решению по-разному. Старообрядцы делятся на поповцев, и в скобочках сразу понимание, откуда они берутся, эти попы, бегло-поповцы, и без поповцев. В чем сложность? Чего бы общиной не выбрать священника и не сделать его священником? Сложность заключается, собственно, в канонах церкви, не только православной, но и католической тоже, в том, что священник может получить свой сан только вместе с благодатью, которой делится епископ. Только рукоположенный священник епископом имеет право осуществлять таинства, обряды и все прочее. Но, опять же, не оскорбляя никого, как в наших юмористических моментах. Чтобы стать бухгалтером, надо, чтобы тебя укусил бухгалтер. Так, тут примерно то же самое. Вот, чтобы стать священником, епископ должен наложить, совершить соответствующий обряд. А епископов, которые поддерживают старообрядчество, нету те. Поэтому либо мы берем священников у схизматиков Никониан, которых переманиваем к себе, совершаем вот уже здесь общинный обряд его обратного освящения по правильному канону. Ну, как бы от епископа-то он благодать получил, но замазанный. Мы его почистим, погладим, отполируем, все будет нормально. И поэтому они существовали. И другие говорят, вот не можем нахватать только священников, чтобы они могли нас обеспечить вот тем, что нам надо. Ну, и, соответственно, поповцы потом разделяются на два течения. Это Новозымковская иерархия, российская древнеправославная церковь, и белокраницкая иерархия, русская православная старообрядческая церковь. В одном случае с Новозымковской удалось спустя некоторое время, отнюдь не в XVII веке, переманить епископа, который сумел запустить вот этот самый весь процесс. И дальше епископ договорился с рядом зарубежных тоже иерархов православных, которые помогли ему еще запустить сам процесс, еще даровали ему такую возможность, епископов перед своей смертью заново рукоположить. Поэтому здесь руководство есть. А белокраницкая иерархия, это еще интереснее, это Франц Иосиф. Австрийская империя, озабоченная как раз тем, что происходит в России, и для поддержания вот того самого состояния раскола в большем и противостоянии, у себя на территории бывшей Речи Посполитой, которая отошла Австрия, назначает епископа старообрядческой церкви, и вот дальше пошла сама система. Ну и беспоповцы. Два согласия. Поморская и Федосеевская. Ну и дальше там отдельные уже пошли течения и ответвления. Федосеевское согласие. Вот теперь мы дошли до Пскова. В принципе, когда произошел сам по себе раскол, то среди псковских и священников, и прихожан тоже большое количество выступило против. Одним из первых наших старообрядцев, которые известны именно по Пскову, и причем не только у нас почитаются среди старообрядцев, но и считается основоположником вообще вот старообрядчества как такового в Новгороде, это старец Верлаам. Старец Верлаам был священником при Троицкой церкви, Псковской, но после раскола ушел в Печорский монастырь, и после того, как власть осуществила саму реформу, начал ходить в народ и делать различные вот такие пропагандистские действия, которые осуждали саму реформу и поддерживали старообрядчество. Его разочек поймали, власти заперли в монастырь. Через некоторое время, воспользовавшись тем, что надзор немножечко спал, он бежал оттуда и продолжил проповеди. После чего уже власти его схватили второй раз, и здесь он был в кляну казнен. Причем казнен, сожжен. Несколько раз были провокации, когда старца Верлаама пытались принудить к самосожжению, еще даже вот пока он находился просто под контролем. Отказывался, потому что сие грех, хотя вот позже старообрядчество уже в XVIII веке вот к этому безобразию, либо вот подтолкнуто реформаторами, либо, может быть, сами где-то что-то додумали, либо все-таки, может, какие-то провокаторы, но очень много самосожжений потом пойдет по Руси среди старообрядцев. Они особенно тяжко будут при Петре I, которого уже точно назвали антихристом, и чтобы не жить в царстве антихриста, вот таким образом самоубивались. Вместе со старцем Верлаамом было казнено несколько сковичей из Мещан и один из дьяконов из Великих Луг. Но другая часть, в частности, дьякон Федосей, по некоторым данным, из князей Урусовых. Ну, ни за что не верю, что дьяк в сельской церкви будет происходить из князей. Понятно, что потом, когда шла, так сказать, определенная канонизация, и шло прославление вот этого основателя Федосеевского толка, ну, дали ему княжеское происхождение. Он понимает, что на территории российского государства сохранить веру, не поруганную, будет достаточно сложно. Поэтому он бежит вместе с группой товарищей за рубеж. Ближайшим рубежом была граница Речи Посполитой, и он бежит в Невель. Поэтому вот Псковская земля связана с основанием одного из авторитетнейших, например, в XIX веке значительная часть старообрядцев России в целом поддерживались вот этого Федосеевского согласия. Без Поповского. Поэтому вот Федосей, основатель этого толка старообрядческого, был в Невеле. Что позволяло без Поповцам, вот возникает вопрос, осуществлять свою деятельность, свои обряды и сохранять веру. А как это ни странно, позволял православный канон, причем существовавший тогда и фактически сейчас. Потому что по православному канону есть канон полный, где целый ряд обрядов церковных должен делать только священник. А есть канон краткий, где в случае гибели священника, люди в походе там за границей или еще где-то, даже таинства, обряды таинства, совершаются не священником. Единственное, там, согласно канону православному, если они совершаются, то обряд должен быть потом священникам завизирован. На что беспоповцы всегда говорят, да, конечно, вот как только у нас восторжествует обратная старая вера, то наши священники за раз все и благословят. А пока мы вот по сокращенному канону. Поэтому ряд вот таинств, они продолжали, соблюдали и все прочее. Там сложности были во взаимоотношениях потом с церковью, когда и с властью, с государственной, когда власть в борьбе за влияние, вот за снижение влияния старообрядцев перестало признавать старообрядческие браки. Поскольку они церковью не освящены, то браки незаконны, и дети рождены вне брака для закона государственного. И, соответственно, наследование и все прочего им не положено. Ну вот карта Псковской губернии как раз уже конца XVIII века и потом XIX века. На сей карте мы можем сказать, что основными центрами старообрядчества являлись Великолугский уезд. Здесь значительная часть были государственные крестьяне. И, соответственно, требований со стороны помещиков к тому, чтобы они молились соответствующим образом, такого не было. Здесь было посвободнее. Апочетский уезд. В частности, особенно такая крупная, хорошая община считалась в районе деревни Матюшина. Сначала Пусторжевский, потом Новоржевский уезд. В частности, те территории, которые сегодня относятся в том числе к Пушкиногорскому району. Ну, помним, при Александре Сергеевиче Святогорский монастырь был на Воржевского уезда. И его известное стихотворение, сравнивая Лугу и Новоржев, вот об этом говорит. И два центра не столько крестьянских, старообрядческих, сколько горожан и купцов. Это, ну, естественно, Сталинград, в смысле Столинград, Стольный Псков. И Порховский уезд, посад Сальцы. Сегодня это Новгородская губерния. А в те времена это была часть Порховского уезда, и именно посад. Вот здесь большинство населения, и в том числе большинство купцов, были старообрядцами. В Пскове из 67 купцов в середине XIX века, которые значились гильдейскими купцами, 9 было не коняне, старообрядцами. А в Сальцах практически все. Поэтому вот такой центр, что отразилось во многом, в том числе и в XIX веке, в самом распространении того же самого старообрядчества. Когда священники неконианские, находясь уже полностью в качестве чиновников государственных, священный сенот, государственная структура, патриарха нет, и вынуждены были осуществлять некую деятельность, как было сказано, миссионерскую, на самом деле ездить, уговаривать старообрядцев переходить по реформенную в неконианскую церковь. Так вот они писали в своих докладах относительно того, что приезжаем в старообрядческую деревню, начинаем спрашивать, а какого толка и какого согласия вы придерживаетесь-то? А те говорят, о какого согласия мы не знаем, а только такого же, как в посаде сальцы. То есть о чем это говорит? Что к XIX веку большая часть уже понимания того, какой толк или какое согласие для псковских старообрядцев было не столь важно. Им важно было сохранять свою старую веру, и в качестве образца вот был посад сальцы, там купцы, там они знают, что и как, куда. Но об этих частях мы сегодня не будем говорить, а вот старообрядчество в Пскове. И самыми известными псковскими старообрядцами всего XIX века является род хмельинских купцов. Самое интересное, что основатель купеческого рода вместе со своим, ну, с детьми, вот с одним из сыновей вообще в Псков приехал из Новоржевского уезда. В Новоржевском уезде он начинал свою деятельность, а вот купцом второй гильдии стал, приехав в Псков. И постепенно вот его сыновья и внуки подрастали, и в Пскове становились вот известными купцами в том числе. Вот если отсюда выйдете и пойдете по улице Герцена обратно, вот один из домов хмельинских. Надо отметить, что здесь, вот на Запсковье, у рода хмельинских было достаточно много различных строений в их собственности. И в том числе несколько раз они здесь создавали маленные дома, которые власть в 50-е и 60-е годы XIX века несколько раз с приставами приходили, закрывали и разрушали. А те спустя некоторое время опять у себя открывали дом, где молить. Следующий из интересных объектов – это вот то, что сегодня является частью нашей улицы Советской. И вот если мы будем представлять, то вот здесь сейчас находится дом связи, наша почта центральная. Так вот эти два дома купцов хмельинских. Василия Хмельинского, вот этот, и трехэтажный большой дом Семена Хмельинского. Ну, посмотрим их немножечко с другого ракурса. Более видно вот этот вот трехэтажный дом доходный вместе с лавками и со всем прочим. Это вот одного из братьев, а этот поменьше двухэтажный – второго из братьев. Но все-таки Василий Хмельинский был более известным, побольше ворочил капиталами и как бы вот в городе имел очень серьезный вес. Вот к Василию Хмельинскому из Астрахани приезжает на работу. Вот один на тот момент тоже сторонник старой веры – Батов. Все хорошо, он к нему устраивается, в приказчики, то есть в наемном рабочем. Ну, а дальше старобрядцы они вроде бы, как пытаются преподносить в свое время сторонники никонианской реформы, такие замшелые ретрограды и ничего такого вот, ни к чему особо не способные, кроме как держаться старой веры. На самом деле товарищи были ушлые, хитрые и оборотистые. Лирическое отступление относительно опять посада Сальцы. Когда строилась железная дорога из Санкт-Петербурга на Витебск, то инженеры, проводившие трассировку будущей дороги, приехали в уездный город Порхов и предложили порховским купцам, а в Порхове купцы исключительно никонианские, предложили немножечко скинуться для того, чтобы оплатить вот как раз проведение трассы железной дороги, чтобы она прошла через уездный центр. Никонианские купцы сказали «нетушки, деды на подводах возили, и мы возить будем». В то время как старообрядческие купцы-солецкие в момент скинулись, осуществили сие действия, и железная дорога прошла через Сальцы, ну и далее к Витебску. Так получилось, что через две деревни Большое и Малое Дно. А уже когда строилась Виндава-Рыбинская железная дорога, это та, по которой мы ездим до Балагоя, на Москву, так вот, Порхов, конечно, получил железную дорогу, и счастье им привалило, а вот Большое и Малое Дно стало узловой станцией Дно, которая развивалась и существовала именно за счет железной дороги. Вот одна возможность изменения общей географии и демографии только за счет того, что кто-то подсуетился. Так вот, Батов тоже был товарищ хитрый, Без папенькиного благословения, без благословения Василия Хмельинского, он женился на его дочке. Причем умудрился каким-то образом договориться, что обряд совершили, как положено по старооперическому канону, но без благословения. Ну, никуда не деться. Василий Хмельинский, конечно, поругался, усердился, но выделил имущество, в том числе один из своих доходных домов на завище. Это вот фотография, которая показывает, вот в каком виде и как был дом в начале 20 века. Сегодня он вот такой вместе с Малельнию. Малельню открыли и, собственно говоря, фактически ее обозначили как Малельню, но это вот не так давно бывший кукольный театр наш, после 1905 года, когда Николаем II было провозглашено единоверие. Когда на старообрядцев, ну, дали послабление, не стали преследовать за Маленные дома. То есть, если у Василия Хмельинского несколько раз Маленные дома закрывались приставами, то теперь разрешили не просто молиться, а и обозначить как Маленный дом. Поэтому вот имущество такое. Но надо сказать, что не только господин Батов, но и его жена, тоже были хваткими товарищами. И вот всем известный дом на улице Советской, как всегда спрашивают, с какими-то странными знаками. Так вот, сегодня это банк, насколько помню, Славия. Да, вот они эти там странные знаки. Так вот, дом старообрядческий. Дом, которым владел один из наших псковских мещан, но происходившим из числа крестьян, тоже Новоржевского уезда. Так вот, он задолжал, причем задолжал жене Батова и госпожа Батова этот домик в суду отжала. Причем это не первое ее судебное отжимание собственности и имущества недвижимого, а она, в принципе, этим славилась. Несколько домов, причем несколько раз именно тоже принадлежавших тем или иным старообрядцам, были тоже вот по суду ею отжаты. Но не сильно много она смогла им попользоваться, потому что уже вскоре пришли другие лица, которые забрали все. Ну и о тех самых лицах и обо всем прочем сегодня как бы у нас и так. Татьяна Борисовна уже дважды мне показывала, что... Ну, на что бы я хотела обратить внимание? На то, что когда мы говорим о старообрядцах, то вот Андрей Петрович уже сказал стереотипное такое представление, да, что это некие такие очень устаревшего взгляда люди. Хотя на самом деле, если говорить о том, как и что они делали, это совершенно не отражает вот этот стереотип. Вот Андрей Петрович говорил уже, что часть людей была безграмотна, но на самом деле, если говорить о вкладе старообрядцев вообще в культуру русскую, то вот все сходятся на том, что очень важным аспектом, пронесенным, сохраненным, точнее, старообрядцем была книжность. Вот уже говорили, да, книги до Никоньянской эпохи, то есть это то, что собирали, хранили, переписывали, чтобы оно было, сохранялось и печатали тоже. Поэтому, ну, например, среди питерских старообрядцев потом есть немало издателей, которые издавали разные книги. Вот уже говорили, что дети старообрядцев были незаконно рожденными, поэтому у них не хватало, скажем так, права пойти, например, в школу, в гимназию. И поэтому, например, в Пскове были созданы две старообрядческие школы. Одна была при доме купца Пыляева, который был старообрядцем, а другая неподалеку от Малены и купца Ихнова. Это еще одна такая купеческая псковская фамилия людей, которые очень много сделали для псковичей, потому что, как вы понимаете, не только дети старообрядцев ходили в эти школы. Нужно сказать, что, к сожалению, особенно в эпоху Николая Первого это было запрещено, и, например, эти школы были разорены, как выражались псковичи, разорены властью сильных и безбожных. Нужно сказать, что на начало 20 века, то есть до 1905 года, до указа Николая Второго, к сожалению, своих школ у старообрядцев не было, в школы государственные пускали их значительно хуже. Это вот такие интересные истории, связанные с тем, что принесли старообрядцы, и не случайно в свое время Дмитрий Сергеевич Лихачев называл старообрядцев живыми остатками древней русской культуры. И Костомаров до этого еще, естественно, много раньше говорил о том, что это крупное явление умственного прогресса России. То есть это были люди, очень много делающие для движения страны вперед. И было понятно почему, потому что еще одним, вот мы знаем несколько прозваний или прозвищ, старообрядцы, староверы, раскольники, а есть еще такое название, причем оно не само название, это двоедолг. Почему? Потому что они должны были платить двойной налог. Вот на протяжении 18-го, 19-го, до начала 20-го века, то есть до Николая Второго, практически постоянно они должны были платить двойной налог. И соответственно, им нужно было быть вот теми самыми купцами, о которых говорил Андрей Петрович, которые очень сильно и хорошо крутятся, потому что иначе заплатить такой двойной налог было достаточно сложно. и это требовало от них естественно поиска что можно такое создавать, не только продавать, но и создавать в том месте, где они живут, чтобы сохранить возможность исповедовать то, что для них важно и ценно. А нужно вам сказать, что были они очень в этом смысле последовательными и касалось это, и это было не связано с какими-то прагматическими целями. Вот многие знают, это не связано с Псковской землей, но мы знаем, да, одну из самых знаменитых женщин, которая была островером, да, кто? Боярни Морозова, да, многие знают о том, что она за вот эту свою веру пострадала, да, хотя она была родственницей, между прочим, царя, но далеко не все, например, знают, что ей было предложено самим царем, ей было предложено прикинуться, то есть не поменять веру, а прикинуться, то есть просто публично признать, что она переходит в, значит, в единоверие такое, да, в правильную веру, но она отказалась это делать, хотя фактически к тому моменту по идее можно было бы затем очиститься, потому что такие варианты у староверов были, им приходилось таким образом себя вести, потому что, опять же, уже говорили, да, у них не было церковного брака, особенно у беспоповцев, да, потому что вот этот обряд должны были совершать только священники. Что делают, я просто приведу как раз пример Псковский, и это было из дела, почему я не проговариваю, я хочу просто прочитать фрагмент из дела, да, о том, что один из, значит, скажем, крестьян, крестьян, да, Семен Петров, Семен Петров, он был старобрядец, значит, полюбил девушку и решил, значит, на ней жениться. Для этого нужно было, но девушка была православная, и нужно было, соответственно, благословение, нужен был церковный брак, вот, но они это сделали, а затем провели обряд очищения, и, соответственно, как тогда говорили, ушли в раскол, да, вот, это тут же стало известно, это для этого и были, то есть это то, что делали еще и православные священники, одни, между прочим, совершенно спокойно это делали, получали деньги, и в Пскове было много, ну, не могу сказать, что очень много, но исследователи, вот я, во всяком случае, видела там не меньше 20 разных дел, которые исследователями были отмечены, когда староверы просто платили священнику, а сам реальный обряд православный, классический обряд в церкви не происходил. Когда об этом узнавали, естественно, об этом узнавал митрополит, и начиналось судебное дело по отношению к этому священнику, собственно, откуда эта информация и есть. Вот, но так было не всегда, иногда, и сам священник мог потом сказать, что вот он провел обряд, да, то есть он людей, значит, венчал, а теперь он знает, что они опять ушли в раскол. И, соответственно, значит, к этому Сергею Петрову начали предъявлять претензии. Он, вот такая интересная была история, потому что он сказал, что нет, ничего подобного, все было по взаимному согласию, все было по взаимному согласию, и, так сказать, его жена, Марфа, по-моему, ее звали, если мне не изменяет память, значит, она согласилась вот на такую сложную партию. Девушка, для девушки, как вы понимаете, это было очень чревато, это было чревато, потому что чтобы суд с ней мог, какое решение он мог принять, значит, соответственно, было неизвестно. И девушка отпиралась упорно и говорила, значит, о том, что ничего подобного, что она, значит, не хотела уходить в раскол, она хотела, вот, православный, и она была твердо убеждена, что после, значит, этого венчания ее муж тоже будет, значит, православным, и они будут теперь уже вместе в одной церкви, вот, но ее отец заставил. Тут, понимаете ли, проблемы с отцом возникли, тогда, получается, отец был нехорош, значит, он вел себя непоследно, короче говоря, это шло очень много, в общем, больше 10 лет шла вся эта тяжба, к сожалению, результаты ее совершенно неизвестны. Почему зачастую мы можем говорить, вот, кстати, вот на Варжевский и в Невельском уезде, и в Апочетском уезде были периоды, когда в раскол, вот уходили опять в раскол, или даже просто переходили в раскол, очень большие группы людей, целыми семьями уходили. По этому поводу есть очень интересное, опять же, свидетельство современников. что же они писали? Писали они о том, что шли они в раскол и соглашались они, то есть, ходить на службы вот в эти маленные дома, потому что все обряды, которые производили вот эти наставники, так назывались те, кому община старообрядческая позволяла вести вот эти службы, они очень дешево брали за вот эти обряды. Это было гораздо дешевле, чем это происходило в церкви. И это, почему мы об этом знаем, потому что это становилось для Пскова основанием для проведения всевозможных следствий по отношению к священникам православным. Ну, в частности, одно из таких дел, которое, вот я хотела найти, но сейчас как-то не ищется оно, было, например, связано с тем, что один из священников отказался крестить ребенка на месте, то есть выехать к ребенку на место. Это, кстати, было в Порховском районе, но тогда в Порховском уезде. Значит, ребенок был слабенький, родился он таким, погода была, зима, снег, и, в общем, родители не могли. они говорили, мы не можем привезти ребенка, потому что это для него чревато. Священник отказался ехать даже ни за какие деньги вообще. А тут вот рядом была деревня, где был такой человек, который на это согласился. И, конечно, как вы понимаете, когда вот шло это следствие, то они говорили, вот это стало началом того, что мы, как говорится, ушли в раскол. Тем более, что для многих простых-то людей с вот этого точного понимания, ведь и те, и другие христиане, правильно, и те, и другие православные. Причем, опять же, вот еще в 17 веке, когда все это происходило, возникал вопрос, кто более вообще верную религию, да, исповедует и кто более верно обряды ведет, потому что, если получается все то, что делалось раньше неверно, то, как уже Андрей Петрович сказал, на иконах-то те самые два перста, а Владимир, или, как говорили, это вот Кожулин, кстати, первый на лекции мне в голову закинул мысль, когда его спросили на лекции, а кто был первым, ну, кто были первые староверы на Псковской земле, он говорит, это книги не Ольга, потому что она-то крестилась где и по какому образцу она крестилась, и Ольга равнопостольная святая, вот, и удивительно, но на соборе 1666 года было прямо так и сказано, что да, наши святые ошибались, то есть там даже была такая фраза, что они были неверны, это Аввакум, который присутствовал, это записал, вот, то есть люди не всегда понимали, собственно говоря, принципиальную разницу и видя обыденную удобство вот этой такого, скажем так, отправления обрядов, они считали, что тут все более-менее нормально. Еще в заключении я из того, что хотел сказать, хочу сказать, что, конечно, старообрядцы были, скажем так, некоторой зоной внимания власти, причем достаточно большой. Наверное, это шло тоже от того, как это все начиналось, да, потому что ведь одна из идей, почему Алексей Михайлович хотел, все-таки он был, скажем так, идеейно-то инициатором реформы был он, хоть и вместе со своими этими ревнителями благочестия, но, грубо говоря, было такое размышление, что после этой реформы, если будет все приведено вот в это самое византийское согласие, он станет вот таким вот императором. Да, всего христианского мира. Царем всего христианского мира, императором, если хотите. Всего христианского мира, и это была такая, скажем, очень значимая для него идея, но что-то пошло не так, да, то есть вот это и сложилось. Разные ситуации, геополитические и так далее, очень много чего не сложилось, и не получилось, но вот это вот желание смотреть, кого там виноват и приглядеть за теми, кто не согласился вот так легко на реформу, оно оставалось. И поэтому, например, почему так неплохо известна численность терробрядцев на Псковской земле всегда, потому что каждый год практически, каждый год практически губернатор императору должен был сдавать отчет, а соответственно все уезды должны были сдавать губернатору отчет о том, сколько раскольников, ну, в разные эпохи, Екатерина Вторая, Стра веры, при Александре Первом, Раскольнике, при Николай Первом, совершенно точно Раскольнике, в общем, сколько их есть, сколько их смогли, вот эти миссионеры, о которых Андрей Петрович говорил, священники, скольких они смогли, так сказать, вернуть в правильную, в православную веру и так далее, вот сколько это вот, вот вся вот эта динамика, она всегда сдавалась, все эти данные, эти цифры, они очень многими специалистами, они внимательно изучены, вот, то есть за ними очень и очень серьезно приглядывали, но до такой степени, да, так приглядывали и, соответственно, просили, требовали этого и от хозяев, ну, вот, например, князь Кольцов-Масальский, проживавший в имении в селе Никольского, Лебежанецкий район, каждую субботу приглашал староверов к себе домой и вел с ними беседы, беседы он вел и убеждал их в том, что они должны были от своей веры отказаться и информацию об этих беседах он также отправлял, значит, губернатору и очень интересно, что вот он при этом требовал те, кто не менял свои веры, а так я понимаю, что таковых было не очень много, значит, по субботам рыть канавы между деревней Кокорина Бежанецкого района на своем, у него такой протяженный был протяженное поместье, значит, рыть канавы, чтобы вода отходила между деревней Кокорина Бежанецкого района и приселком Селище, это дедовический район, значит, и есть информация, что более 15, более 15 верст вот этих канав были прорыты теми, кто долго беседовал с этим, значит, соответственно, князем, но под его влиянием от своей веры не отказался. Но я-то хочу сказать о том еще, что есть очень интересная история, что об одной из маленных, потому что мы знаем, да, что церкви им не разрешали чаще всего строить, хотя было несколько церквей, вот Андрей Петрович говорил о маленных, а вот здесь, на Запскове, там, где сейчас улица Волкова, была большая, очень красивая церковь, между прочим, краснокаменная, если мне не изменяет память, Казьмы Идмияна она называлась, вот, она была огромная, была построена как раз в начале 20 века, когда разрешили это делать, вот, но получилось так, что к 1917 году смогли построить только сам храм, да, то есть внешне, и на ряде фотографий псковских начала 20 века она есть, но внутри она очень дорого стоила, старообряческое общение, внутри ее не успели отделать, вот, а когда, ну, там кое-что было, когда произошла революция, то, соответственно, уже ничего достроить было нельзя, мы помним об этом, и в 1942, по-моему, году добила, в общем, ее начали разбирать, и камни забирали оттуда, кирпичи, с которых она строилась, а в 1942 году она была, ну, уже вы понимаете, нацистами разрушена полностью, вот, но про один маленный дом, и это очень любопытная история, про один маленный дом Псковской губернии, маленная деревня, Большой Пружинец, это Невельский уезд, нынче это Пустошкинский район, так вот, история этой, вообще судьба этой маленной была известна даже императору, лично императору, потому что вообще вот этот Большой Пружинец, это был один из таких, одним город, деревня, такой центр старообрячества, очень уважаемые наставники, значит, и в 1826 году они построили красивый маленный дом, построили они такой красивый маленный дом, и туда съезжались старообрядцы из близлежащих деревень, и в 1852 году, а мы помним, что тогда это был, была не Псковская губерния, да, это была Витебская губерния, значит, соответственно, Витебский гражданский губернатор пишет Витебскому военному губернатору, многие из вязовских крестьян раскольников ездят в маленную, существующую в деревне Пружинцах, Витебской губернии Невельского уезда, им было запрещено ездить по деревням и принимать из других деревень, но, похоже, не сработало, и, значит, Витебский генерал-губернатор отправляет эту информацию министру внутренних дел, а тот передает ее непосредственно императору, соответственно, это 1853 год, это еще Николай I. Значит, что написал Николай I на этой информации? Противозаконно исправленную, а нужно сказать, что там была простенькая до этого такая маленная, а тут они сделали такой очень хороший дом, противозаконно исправленную Невельского уезда в деревне Пружинцах раскольническую маленную уничтожить, и материал, могущий остаться от сломки сего здания, продать в пользу Витебского приказа общественного презрения. Это было 1 мая 1853 года. 29 июня, то есть, понимаете, да, то есть, два месяца проходят, значит, Невельский земский исправник пишет губернатору, что все они так и сделали, разрушили они эту маленную, собрали все эти, значит, там камни, деревяшки, а их никто не покупает. Крестьяне отказались покупать то, что было разрушено, и в результате за продажу всего, что можно было продать с достаточно большого, ну, мы бы с вами сказали, ну, наверное, меньше, чем храм, но все-таки достаточно большого дома, за всю продажу было выручено 75 копеек, при этом, когда разбирали этот маленный дом, то там, ну, видно, где-то в каких-то, я не знаю, там ящиках или где-то еще рубль 10 нашли, и вот это рубль 85 это то, что, так сказать, приросло с этого маленного дома в казну, то есть, я хочу сказать, что действительно люди были готовы любыми способами отстаивать свое право, значит, вот свою веру таким образом иметь и ее каким-то образом реализовать, как они хотят. Ну, и нужно сказать, что вот этот самый большие пружинцы, это после даже того, как маленный дом там был разобран, они все равно продолжали быть вот этим центром протяжения всех, всей округи, и наставник, который вел службы, также был очень авторитетен, и они построили потом более простой, совершенно простенький такой маленный дом рядом, и, собственно говоря, вот тот Кирилл Кожурин, о котором я говорила уже, кто является автором многих исследований, он потомок одного из наставников, которые были вот в этом районе. Но это то, что касается вот такой, скажем, вероучейной части, религиозной части староверов, но они интересны еще и своими традициями, такими бытовыми вещами, которые существовали и, может быть, в некой степени вызывали недоумение, удивление и недопонимание у тех, кто сталкивался с этим впервые. Уже говорили о том, что они должны были жениться среди своих, потому что достаточно специфический обряд, но у каждого из староверов, вот я хочу сразу сказать, Наталья Домиона, можно вас сюда расскажите? Дело в том, что Наталья Домиона Федотова, моя коллега, значит, она философ, кандидат философских наук, она вообще сама является, и это слышно, Наталья Домиона потомком старобрядцев. И вот правда ли то, и это правда, на самом деле и почему у каждого была своя обязательно посуда, и как с этим всем обходились? Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, действительно, когда я называю свое имя отчество, люди сразу понимают, что тут что-то не то. потому что Домиона у меня в Псковской области только две. Это я и моя сестра. Хочу вам сказать, что родители наши были люди светские, они были учителя. староверами. Но вот бабушки и дедушки были староверами и со стороны мамы, и со стороны отца. И, конечно, в детстве мы каждое лето жили на каникулах у бабушек, дедушек и вот эту всю староверскую жизнь ну, как бы наблюдали. Вот. Сразу хочу сказать несколько слов о терминологии. Смотрите, мы говорим староверы и старобрядцы. Одно и то же это или нет? Как и полагается. Не совсем, наверное. Ну? Не совсем, наверное. Не совсем. А в чем тогда разница? Староверы, то есть здесь подчеркиваются обряды, то, что они придерживаются некой старой веры, старой интерпретации, скажем так, православия. А старов обрядцы здесь подчеркиваются обряды. обряды немножко отмечаются. Так, это раз. Дальше. Вот обычно говорят, есть староверы и есть православные. Как вы думаете, правильно это или нет? Неправильно. Почему? Все православные. Совершенно. Староверы такие же православные, как и, ну, назовем их никонианцы. Вот те, кто после никонианского раскола принял вот эту новую, скажем так, интерпретацию. Это не новая вера. Это немножко иное, ну, понимание, скажем, той же самой веры. Определились. Теперь, сейчас мы к браку подойдем. Теперь, вот что касается вот мест, в которых жили, ну, и сейчас еще живут, ну, конечно, это умирающее направление, умирающее. Ну, можно, извините, переживаю, около 400 человек вот считают сейчас в общей сложности где-то в Псковской области около 400 человек. Это те, кто придерживаются и веры, и обрядовой стороны. Ну, не все, не все из них живут, не все из них живут, кстати, в Псковской области. Это все-таки клинис. Разница между староверами и старообрядцами. Да. Вот, кстати, староверами, точно так же, как раскольниками, вот старообрядцев пытались укорять и ругать никоняне. Почему? Потому что до 14 века староверами являлись язычники. Поэтому вот здесь это одно из ругательств. Да-да-да. Костя, да. Спасибо, Андрей Петрович. Но мои предки называли себя староверами, не старообрядцами. Поэтому я не буду, конечно, больше нюансов знаете. Теперь дальше. Где это было? Вот смотрите. Это был Опочицкий район, Красногородский район и Пушкиногорский район. Частично. Там, где они смыкаются. Хочу вам сказать, что если вы интересуетесь староверами, их бытом и традициями и так далее, то есть в Красногородском районе деревня Платишино, Платишино, Граинской волости. Это родина одной из моих бабушек. и в Платишино есть такое сообщество староверы. Если вы зайдете в интернет, то напишите староверы Псковской области сразу выйдет в Платишино. И это туристические маршруты, в общем, это гусли. Да, там гуслиный праздник 19 августа проводят. А в Апочетском районе есть такая деревня Марфино. Марфино в Апочетском районе было центром староверства, и там был молельный дом, которого теперь нет. Потому что это без церковники, вы понимаете, и без поповцы. Но есть человек, наставник, который руководит все-таки процессами. Что касается браку, вот Татьяна Борисовна рассказывала очень интересную историю. Да, брак как бы не имеет отношения к религии, по сути дела. Но есть некие ну не то чтобы запреты, но некие нежелательные моменты. Правильно тут говорили. старовер должен жениться на староверстве. И наоборот. Но я не хочу сказать, что это было прям так строго, что вот я имею в виду середина 20 века. Я об этом говорю. Я не говорю там о временах. Другие. такие случаи были даже в поколении моих родителей. Я уже не говорю про следующее поколение, потому что там уже там вообще все свободно. Все стало иначе. Вот. Ну что, мой дядя женился на вот женщине не староверке. Ну что, были недовольны. Семья была недовольна. Но приняла и куда деваться. Ну я не говорю о там добрачных связях. Это просто непозволительно. Хотя это случалось в каждой жизни. Вот. А можно дополню просто я когда смотрела истории конкретных семей, вопрос развода всегда интересный. А вот тут-то как? тоже по-разному бывало. Но вот история была такой, что говорили для этого нужно выйти на мир. Вот если все-таки вот это венчание проводит наставник, то, например, если решили разойтись, то нужно было выйти на мир, объяснить ситуацию, встав на колени. И мир, ну условно говоря, давал временное раздумие. И если значит все-таки муж и жена решили разойтись, то значит им просто, они опять так же выходили, им просто говорили, вот да, вы можете, вы теперь не семья, и вы можете жить отдельно. И после этого уже это было законно, и можно было и молодому человеку, ну там, или мужчине, и женщине, там, в зависимости от возраста, жениться по новой, это было можно. хотя, хотя, вот те люди, которые описывали вот этот обряд, они говорили, что в этой ситуации женщине почему-то было проще, чем мужчине, женщины чаще выходили замуж все-таки второй раз, мужчины реже. Пап крестили, пап вообще крест от староверствия, погружение, полное погружение ребенка в воду с макушкой или разом, ну и читается молитва при этом. Мы своих детей крестили в речке. Очень удобно. Зимой, я так понимаю, что наливались бочки воды, комнатная температура она приобретала и вот так крестили. Не знаю, я читала, что, например, в некоторых районах крестили именно холодной водой, наливали холодную воду. И это, у меня такое ощущение, что это было как испытание для ребенка, получается, выживет, не выживет, так сказать. Да, нет, ну, нет, закаливания предварительного, да, вот. А что, Миша, с мнением сказать, как вы ходили замуж моей тетке, моя мама? Значит, происходило это следующим образом. Были гулянья молодежные, да, были ярмарки. Знаете, что такое ярмарка? Это не продажа продуктов. Это праздничное, такое мероприятие, на престольный праздник, ярмарка. Все знают, что, допустим, там, на Илью, 2 августа, ярмарка вот в той деревне. Вся публика, которая, это интересно, надевает лучшие наряды, завивает полосы, берет туфли в руки, потому что идти километров несколько, и собираются в это место. Берутся парами, у кого есть пара, и начинают вот так по кругу ходить. Причем, круг этот, может быть, километр, два. Народу жило очень много. Вы знаете, в советское время была живая жизнь в деревне. и все приглядываются. Как говорится, на людей посмотрите, себя показать. Вот. Ну и, конечно, когда сложилась пара, в процессе всего этого, парень и девушка, и когда парень и девушка имеют серьезные намерения, то она не идет домой после гулянки, а идет куда? В дом к жениху. И говорят, ой, Таня домой не пришла, ой, она вышла замуж. Ну и все. Понятно? А Артем, который Таню это увел замуж, он привел, у него там мать, отец, бабушка, не знаю, кто еще. и они понимают, что Артем женился. Все, ребята, не пришла домой. Так что девушек в гости приглашать опасно. Конечно, утром они приходят уже как муж и жена, уже как бы, вот, и начинаются тут гости и прочие, прочие, свадьба, конечно, ну, они регистрируются, естественно, в государственных органах. Но это очень забавно, да, интересно. То есть, утром мы просыпаемся и бабушка говорила, Таня не пришла. все, все, все. с кружками из посуды значит так у старого отдельная посуде она называется арабская вся остальная посуда называется мирская мы конечно пользуемся мирской посуды вот мы приехали в гости мы не так сказать не староверны по сути да только порождение у нас посуда а у бабушки отдельная и мы знаем она предупреждает что вот эта кружка это ложка это мое вы это не берите дальше вода стоит чан с водой и в нем ковшик а ковшик назывался как корец корец плавает и бабушка говорит ребята с корца не пейте он рабский наливайте в свою кружку хорошо ну господи бегаешь на улице очень хочется пить прибежал с корца выпил ну и тихо молчишь и когда уже я взрослела я же бабушка а ты знаешь что мы пили из корца конечно да я его отмаливала каждый день на сексе понимаете что значит вот это очень мудро конечно вот посуда была отдельно это правда посты ужасные посты очень строгие когда вот великий пост знаете есть толоконная мука вот эта мука разбалтывается водой это еда квас который кладут соленый огурец ну хлеба могут покрошить подлить масло растительное это еда вот ну и так далее то есть вот хочу еще про имена сказать очень интересное староверы не могли называть как хотят никаких алис алин я этого не было родился ребенок открываем святцы ого девочка стеклетина называем пистенья называем валича называем комида называем и так далее так далее так далее поэтому вот особенно в отцовской деревне приезжаешь господи ни одной мариванны ни одной мариванны да конечно встречались и как бы такие кому везло более популярно искать в принципе это тоже было достаточно строго наталья депута на вот вопрос вот связь когда открываешь там не одно имя порядка это не повезло и а то и вот такое еще а когда 5 6 уже выбирать можно было да да и дело в том что вот когда наше поколение уже до рождал рождались мы там уже был выбор был выбор этим выбором пользовались но что касается поколения старшего я не знаю почему такие имена но это были такие может быть не давали права выбора может быть люди ну нравилось может быть стеклетин а что хорошие не забудет никто но в обыденной мирской жизни приходилось переводить потом да наталья демиона долго была наталья дмитриевна и я знаю отец был учитель он был дмитрий даже в паспорте потом когда я стала оформлять документы уже из школы мне нужно было аттестат и прочее оказалось что он не дмитрий а демион а когда он стал получать пенсию и в архив запросил он оказался дементианом а почему а потому что ну не очень грамотные люди да вот как бы как произносили так и и писали а вот так что так все очень ну жалко что уходит потому что чем разнообразнее мир тем интереснее наталья демиона сколько суток пришлось пойти чтобы показать потом советской власти что вы знаете вот удивительно вот когда никаких репрессий советская власть совершенно не приставала люди просто жили не имеет ввиду чтобы доказать что это он отработал всю жизнь и имеет право на пенсию но не было проблем как в архиве как в архиве открылось имя так он и оформил пенсию вот и не приставал никто конечно из власти дети учились в школах не ну в этом то смысле вообще хорошо церковь не требовали тогда сегодня вот возник вопрос когда например псковский даст староверы поставили вопрос о том что им необходимо место для совместного проведения вот этих самых молений то вопрос построить молельный дом как вы понимаете не так прост вот и не так велика община самого города пскова вот я я об этом хочу сказать так вот когда например община обратилась в городским властям с просьбой значит им выделить церковь была очень интересная история между прочим и и еще один такой историк который он тоже староверы который много чего изучал и писал сам письма по поводу как раз вот этой самой церкви я борисовича постникове вот он сказал он писал о том что в то время это было только начало 21 века в то время очень много в городе пскове было заброшенных церквей и они просили потому что это православные все они имеют право и могут служить в церкви значит они просили церкви была очень интересная история что какую бы церковь из заброшенных они не предлагали им говорили подождите а уже на следующий раз когда они приходили оказывалось что эта церковь передана значит епархии и уже у нее есть хозяева и уже у нее есть приход вот и так было несколько раз и потом вот они предлагали даже такую историю что мало давайте вот на месте вот этой церкви казьмы дамиана может быть там мы найдем каких-то спонсоров и так сказать построим но не такую шикарную она действительно была очень хороша вот но там-то точно земля занята им сказали ну вот вы видите тут просто невозможно ничего сделать вот и они сразу предлагали вот этот дом батова да где ту часть где кукольный театр поскольку это была молельня и причем это была общественная молельня целой общины потому что у каждого вот из этих старообрядцев особенно у купцов у них была своя личная и вот они еще строили общинную вот это было общинная но вот тогда им не отдали и им отдали вот эту церковь которая находится где там да 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 на розы люксенбург вот но тоже это было не очень просто первоначально с ней произошла та же самая история они пришли им сказали вот она уже точно занята но они сейчас вот пытаются все-таки с домом батова решить вопрос вроде как формально никаких отказов нет они надеются когда найдут место для кукольного театра потому что сначала было предложено типа постройте кукольный театр как будто такой простой в городе пскове дело вот нет ну и сейчас вроде как это уже разрешилось кукольный театр построить все-таки город на и на скорее всего или область там это уже другой вопрос и тогда может быть мы знаем что у нас все бывает по-разному может быть вот эта молельня батова перейдет к ним но это пока неизвестно в чем смысл философии отдельной посуды там проблема как проблем никакой нет а сам по себе вопрос уходящий очень глубоко вот в века почему посуда вот почему мирская почему рабская мы когда общаемся с любой вещью считается что частичку своей души каким-то образом вкладываем и если кто-то воспользовался моим предметом он может уворовать частичку моей души это какое-то язычество прям а товарищи стоп а вот теперь давайте определимся что русская православная церковь даже сейчас очень серьезно двоеверная конечно много традиций которые уходят вижу язычество а уж до 17 века конечно там тоже много чего и вот действительно вот эта традиция что я чужому не отдам свою душу вот она есть почему вот у наталья домеоновна видимо вот их согласии так скажем такого такого не не практиковали а у некоторых есть еще на воду две лучинки кладутся крест на хвост дабы никакая не честь туда и да не проникла поэтому этот момент есть и третий момент который тоже касается посуды это вот где-то века до тринадцатого абсолютно четко прослеживалось ну так скажем и до двадцатого в некоторых моментах то что вот кто живет здесь в моем миру в моей деревне отсюда и номеру и смерть красна это перед своими а вот уже в соседней деревне у меня возникают сомнения люди ли там живут и поэтому когда вот кто-то там гости проходящие приходят а это вдруг оборотень раз там вот не языческий а вот но она за с рогами оборотился вдруг он зло принесет поэтому оберегали себя как могли да 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 ну и вот в заключении наверное потому что мы уже точно вот вот светлана адольфовна принесла деда насколько я понимаю он тоже был старообрядцем она говорит это старообрядческий хрест я чисто случайно придя в музей увидела что это написано старообрядцы и я вот с того момента начала задумываться и все возвращать в том что никоньянская реформа и старообрядцы вот четко на это тоже обратили внимание четко придерживались никоньянская реформа допустила при употреблении на руси в православии шестиконечный крест православный старообрядческий только восьмиконечный верхняя перекладина вот то есть и такое такой есть но есть да вот у старообрядцев точно шестиконечного креста не будет а это восьми вот он восемь вот она вот но у православных может быть вот у права она допустила и такой да то есть у у никоньянцев может быть и такой такой а у старообрядцев только такой друзья этот лес тот крест на котором был распят христос на голгофе такой крест стоял вот если вы будете когда-нибудь по иерусалиме храме гроба господня вы это увидите значит что означает здесь написано иисус назарейский царь иудейский вот на этой перекладине но это крест и но доска на которой были прибиты ноги иисуса до христа вот про андрей петрович абсолютно прав вот восьмиконечный крест это крест староверов а у не староверов православных может быть и восьмиконечный и шестиконечный но четырех по моему нет нет четырех нет четырех тоже редко допустили но в исключительных случаях если вот при изображении что-то вот поэтому тут это зависит от того насколько действительно был старовером дед да например потому что это христианский скажем так это христианский крест да и у староверов были киоты знать что кайки это такой большой достаточно шкаф для стоят на кубе и и вот крест и складни вот эти металлические ну и много всего и кстати вот я смотрела что ну складни обычно же они трех частные да то есть основная и две части которые закрывают а у староверов могли быть и еще дополнительные значит вот эти части и вот поскольку у никониан вот скорее всего не было чаще у никониан складе не из трех частей состоит центральные две а вот если больше то это если вы увидите где-то больше особенно металлическую то это скорее всего будет староверский складень так как узнаем старовера и староверку по внешнему виду сегодня никак я думаю обязательно борода правильно обязательно трестик естественно и обязательно пояс это все обереги вот женщина в платке обязательно и такая одежда была синяк значит такой синяк это такой длинный такой длинное платье до пола без рукавов с вырезом и под это платье надевалась еще ну как мы говорим блузка да то есть рубаха рубаха и вот это классика то сказать жанра ну что я думаю что мы уже два часа просто астрономически спасибо большое во первых конечно вот основа без которой наверное вот какие-то тонкости и детали псковской и староверческой жизни были бы непонятны да и много чего именно про псков спасибо наталья домеоновне она мне сама спросил а вас интересует рассказ того кто в этом жил я посмела себе позволить сказать очень и думаю что это было очень здорово и полезно поэтому спасибо вам за то что вы здесь если у вас есть какой-то интерес еще раз повторяю что вы знаете я татьяна пасман вы найдете меня и в контакте и в телеграме если у вас есть какие-то заявки интерес к нашему родному краю вы хотите о чем-то узнать пожалуйста пишите а мы поищем кто сможет так также вам все это рассказать спасибо всем большое